Доброе утро дорогие телезрители телеканала Афонтова и мои подписчики на канале на ютюбе голова садовой тети Таня сегодня речь пойдет о селитрах чем они отличаются от другого азота селитра это значит азот есть аммиачная селитра вот она магнизированная а вот есть селитра кальцинированная фосфора содержащая внимательно всегда смотрите на обратной стороне здесь полная рекомендация вот вы что-то не любите читать как я посмотрю смотрите значит что находится в составе селитры аммиачной значит составе находится азот общий не менее 34 процентов и добавки магния 11 процентов а еще введен гумат один процент вот уж я не знаю как он там выглядит но очень хотелось бы посмотреть значит хочу сказать что селитры несколько опасны если вы очень хорошо выглядит смотрите какая прелесть замечательно также не рассыпается на воздухе ведет себя прилично но селитры опасны тем что при нагревании постоянном и очень сильном они взрываются и вы должны это знать всегда убирайте удобрения там где нет лучей прямых солнца где в общем-то прохладно я бы сказала значит это аммиачная селитра а это кальцинированная в ее составе в ее составе азот 27 фосфор 9 кальций 9 значит магний бор медь марганец цинк кобальт и молибден не более 0 до 2 десятых процента это все очень хорошо все замечательно но вы должны знать что эти удобрения используются не одинаково не ой нету такой используют такое смотрите значит а аммиачная селитра чем она хороша вообще селитра она послабее чем мочевина если мы мочевину используем столовая ложка на 10 литров для того чтобы сделать подкормку и у нас мгновенно растение все бы получила то селитры нужно две ложки на 10 литров если сульфат аммония если вы вносите его в жидком виде летом и очень жарко тогда сульфат аммония он охладит почву и растение способно поесть азота и все что там есть в этом удобрении а если очень холодно и вы приехали рано весной а вам срочно за ирица подкормить потому что они там дохлые задохлые их надо как-то вернуть к жизни и любые растения тогда воспользуйтесь селитрой она подогревает почву и тогда только растение сможет это поесть понимаете в чем разница оба азота и аммоний и селитра но они разные и вы это должны помнить смотрите кальцинированная или кальциевая селитра но голландцы выпускают кальциевую селитру наши выпускают кальцинированную разницы в принципе нет никакой кальций есть в составе в хорошем количестве еще и фосфор а знаете что делает кальций знаете у помидорок вот так на носике вот здесь появляется черное пятно не там где оно держится у плодоножки а вот прям на носике это вершинная гниль и это гниль появляется только тогда когда в поливочной воде и в почве недостаточно кальция поэтому чтобы избавиться сразу от этого заболевания мы после того как неделю томаты отросли да неважно томаты это ли там перцы баклажаны все посленовые желательно бы полить вот две столовых ложки на 10 литров воды и мы проливаем наши растения посленовые и получаем хороший результат то есть кальций появился это прекрасный защитник и у нас никаких пятен на мордашках помидор не будет значит еще раз повторюсь что вот здесь вот способы обезвреживания значит ничего такого не написано но обязательно обязательно помните что хранить в сухом закрытом помещении отдельно от всего и желательно в прохладном месте потому что все-таки при нагревании селитра я уже говорила взрывается значит использовать селитру можно и при посевном момент когда мы начинаем посев до идет перекопка почвы мы можем внести ее и в почву и в поливочную воду то есть спектр действия ее очень даже хороший она слабее чем мочевина но свою добрую службу она вам сослужит тем более что в составе селитр всегда есть микроэлементы и всегда есть то что так необходимо растениям я думаю что вы все очень большие умницы и замечательно уже научились понимать что нужно растениям да они должны есть также полноценно как мы с вами но всегда во время мы к этой теме вернемся еще весной когда уже пошагово каждому растению будем давать то удобрение которое ему предназначено скорее всего даже не весной а зимой потому что вот сейчас у нас время для радости время для грусти будет зимой и мы еще раз пройдем все удобрения подкормки как кормить рассаду как правильно приготовить растворы что делает бордовская жидкость плохо или хорошо а бывает и плохо что делают значит фосфорные удобрения что делает перегной птичьего навоза и как воспользоваться все-таки перегноем который вы так обожаете но это будет потом а на сегодня пока все